Ребята, я прошу прощения у вас, я не знаю почему, но ролик, который я залил буквально пару минут назад, на 10 минуте завис, хотя в монтаже никакой ошибки не было, видос нормально, просто какой-то глюк был при загрузке видео, я не знаю, это все что-то связано с багами ютуба, я в этом не виноват, я видос пересматривал и на проигрыватели, и в программе монтажа, поэтому что произошло, я не знаю, я надеюсь, вы извините меня за эту ошибку, я перезаливаю ролик, поэтому приятного вам просмотра. Ну и да, кстати, ребят, хочу вам порекомендовать свой сайт, если хотите выиграть много гемов, либо выиграть аккаунт, открывайте сундучки на сайте, они достаточно недорогие, шанс выиграть есть у каждого, ссылочку на сайт я оставлю в описании, если будут какие-то вопросы по сайту, обращайтесь к админу, в третьем разделе есть ссылочка на администратора этого сайта, ссылку на сайт я оставлю в описании. Также ставь лайк и подписывайся на канал, если хочешь тоже, чтобы выпал супермагический сундук. Привет, дорогие друзья, нахожусь на своем основном аккаунте, и в общем, мне сейчас, по идее, должен через два сундука, точнее, через один, не, через два сундука, выпасть супермагический сундук. Я предлагаю это сделать на видео, сразу его открыть, ну и посмотрим, будет ли легендарка или же нет. Сейчас пойдем в онлайн атаки, набьем сундучки. В общем, ребята, я немножко слился по кубкам, потому что тестировал много разных колод, и у меня к вам вопрос. Я хочу прокачивать какую-то рарку до 10 уровня, ну, возможно, и ту, и другую прокачаю, но для начала, либо Хога буду прокачивать, либо печку. Напишите в комментариях, какую вы карту хотите, чтобы я прокачал. Ну и давайте соберем на этом ролике 2000 лайков, как только они собираются, я сразу же покажу какие-то колоды с Хогом, попробую с ним поиграть, ну и попробую подняться, естественно, по кубкам, и прокачаю его, ну, либо с печкой, не знаю, посмотрим, что вы там в комментариях попросите. И как только 2000 лайков набираем, сразу же выходит новый ролик. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пойду играть то, что у меня прокачано, все та же колода, поехали, будем набивать сундучок. Надеюсь, смс выпадет именно через два сундука, как указано по статистике. 12 уровень нам подбирается. Окей, давайте ставить сразу, наверное, мортиру. Ставим мортиру. Хорошо. Противник ничего еще не выбрасывает, это маленький дракончик. Я предлагаю кинуть сюда фаербол, бросаем сюда фаербол, это, мне кажется, кладбище. Фаербол, блин, у меня очень слабый, и, ну, был бы он десятый, да, это кладбище, я угадал, точнее, я знал. Так, тут банду, вроде бы нормально дефаем. Так, хватило ему на поизон. По идее, у него сейчас 2-3 эликсира где-то. Я думаю, что можно пойти королевским гигантом сейчас в атаку. В принципе, тем самым нанесем сейчас очень много урона. Отлично. Он тратит гоблинов, мы тратим бревно. И, по идее, сейчас должно остаться 1000 хп. 1000 хп на вышке. А, я не рассчитывал, что будет громовержец. Тратит ли миньончиков? Ну да, придется, наверное, тратить, потому что, ну, третий громовержец нанесет много урона. Поэтому придется его потратить. Точнее, потратить миньончиков. Но потом надо как-то от кладбища задефаться. Так, ладно. Значит, как только я поставлю мортиру, сразу же полетит дракон. Тем самым он сейчас просто меня отдефает. Точнее, он меня, да, задефает и перейдет еще тем самым в контратаку. Это мне нельзя допустить. Так, сразу, смотрите, варваров тут. И тем самым вот сейчас мы кладбище спокойно, ребят, законтрим. Плюс лучницы и мортира еще помогает. Конечно, тоже плохо, что дракончик сейчас будет наносить урон. Это, конечно, минус. Да, это минус. Но все равно мы пока лидируем. Итак, давайте ставим сразу Коргига. Но в этот раз он не юзал, ребята, поизон. Поэтому у него, видим, эликсира чуть побольше в этот раз. Так, сейчас бы зарядить фаербол. Ну, ладно, я подожду еще какую-то карту. И закину фаербол. Вот сюда забрасываю фаербол. Кривой, кривой фаер. Ладно. Не получилось так, как я хотел. Ладно, ставим мортиру. Ставим мортиру, хорошо. Резко тут вот варваров. Не пускаем к себе на базу. Ух ты, смешное кладбище. Ой-ой-ой, я прям лучниц, наверное, на яд высадил, да? Нет. Нет-нет, нормально. Как-то странно он, честно скажу вам, использовал кладбище. Давайте быстренько успели. И тут миньончиков. Так. Ух ты, у него еще и торнадо есть. Так-так-так. У меня просто фаер не добьет... Не добьет 300 хп. Тычку, отлично. 15 секунд. Все, мне нужно сейчас задефаться. Надеюсь, задефаюсь. Давайте коргига. Коргигантом дефаемся. Так, отлично. И добрасываем фаер. Одна секунда остается. И победа. Блин, мог бы, конечно, проиграть. Надо было не коргигантом дефаться. Слишком много эликсира. Я потратил варварами там какими-то. Плюс 30 кубков. Так, золотой сундук. По идее, сейчас должен выпасть серебряный. А потом должен выпасть супермагический. Или же прямо сейчас выпадет он. В общем, не знаю. Поехали. Нам в любом случае нужно вернуть кубки. И заодно поиграем. Так. Блин, я уже реально хочу очень поиграть с Хогом. Ребята, я уже сам жду этот выпуск, где я прокачаю Хога. Прокачаю все карты, все рарочки. Недавно было открытие на 100 тысяч гемов. Точнее, на 70. Кто не смотрел тот ролик, обязательно посмотрите. Я выбил себе много карт. Рарки прокачал до 10. Точнее, они доступны до 10. Но я их еще не прокачал. Так. Палач, ледяной дух. Это тоже похоже, ребят, на кладбище. Колода. Либо это Хог. Хог с молнией. Не знаю. Так. Ну, скорее всего, да. Хог с молнией. Не потому что я уже все увидел для наличия... Осталось только Хога увидеть и все. Бросаем банду гоблинов. Так, так, так. Смотрим бревно. Да, это Хог, ребят. Ждем Хога. Сейчас контрим его, наверное, миньончиками. А потом еще перейдем в атаку. Если он будет в соло идти, конечно. Да, он идет в соло. Поэтому мы контрим миньончиками. Скорее всего, прилетит фаербол. Нет, не успел. А, какой фаербол? У него же молния. У него молния. Да. Да-да-да. Не очень получилось. Так. Давайте бревно. Так. Бревнишко подкидываем. Отлично. Так. Так как у него молния, мортиру смысла ставить нет. Поэтому мы будем контрить сейчас его варварами. Варварами мы легко законтрим. Сейчас бросаем сразу на палача. Страдает только два варвара от сплэша. И все. Остальные остались живы. Видим, да? Он потратил, ребят, бревном. Поэтому давайте использовать момент. И выбрасываем банду гоблинов. У него еще есть торнадо. У него еще есть торнадо. Но все равно. Он по эликсиру, ребят, просил. Эликсир он потратил прилично. Мы можем поставить сейчас мортиру. И дефаться миньончиками. Дефаться миньончиками. Так. Дух. Но тут... Не, миньончики не нужны. Хотя нет, нужны. Будет палач скорее всего. Но мне успеть надо рыцаря убить. Да, отлично. Все. И сейчас тыка понеслась по вышке. Отлично. Он не успел поставить палача. Я уже не успею кинуть фаер. Но желательно было бы. Но мы сейчас кинем его вот сюда. Вот сюда. И давайте бревно. Отлично. Хороший фаерболл с моей стороны. И мы добиваем вышку. Так. Давайте переходить сразу в атаку. Не вижу смысла сидеть и ждать. Потому что у него колода быстрая. Крутится он быстро. Поэтому вот смотрите. Снова Хог. Давайте мортиру. Так. Здесь у нас 3 миньончика пойдут. И в принципе еще у меня живой коргигант. Он как-то его не задефал. Как-то так сложилось. Я не буду, ребят, спорить, что с Хогом играть сложнее, чем с королевским гигантом. Королевский гигант это... Ну, в своем роде, да. Создана карта для тех, кто плохо играет. Ну, реально. Я не буду спорить, что с ним легко. Но мне нужно хотя бы Хога до 10 прокачать. Потому что, ну, сложно с 9 Хогом. Что? Это 3 короны. 3 короны. Отлично. Так. Это сейчас будет серебряный. Или сейчас будет супермагический. А ну, смотрим. Смотрим, смотрим. И какой сундук? Серебряный. Окей. Значит, смотрите. Осваждаем слот, открывая магический сундук. С него вряд ли выпадет легендарка. Потому что я уже столько легендарок выбил. Так. Ну, мы все равно будем надеяться. Ребята, много рарок выпало. Ребята, много рарок выпало. Блин. Я рассчитывал на то. Кстати, классно. Сборщик. Сборщик на 10 уровень. Ой, и поезд. Спасибо за поезд. Он поезд мне тоже нужен. Ну что, последняя атака, ребята, по идее, должна быть, чтобы я выбил супермагический. Ну и давайте, поехали. В чем проблема? Так, 12 уровень. Пока идем без прогреша. Пока все хорошо. Но это все пока что. Так. Ну, давайте посмотрим, что будет выбрасывать противник. Потому что первый ход всегда страшно делать. И боюсь, что потом не отдефаешься. Рыцарь с краю карты ставим сразу мортиру. Очень, кстати, стала популярная карта рыцарь. Так, 11 арки. Ну, 11 арки, ребят, потненько будет. Если, конечно, они все у него 11. И уже мортира сагрилась на рыцаря. Скелетики, кстати, у него, мне кажется, были лишними. Но я уже... Мне кажется, это хок. Мне кажется, это хок. Я видел скелетиков, я видел мушкетера, видел рыцаря. Еще и мортира. Минус в том, что у меня, ребята, нету запа. Вот, серьезно. Я не знаю, как я буду против мортира играть. Вся надежда на то, что где-то он пропустит. Либо не хватит эликсира. Либо я пойду мортирой. Ну, не знаю. Посмотрим. Да, но это хок. Ну, хок здесь 11 уровня, ребята. Поэтому сложно будет. Так, знаете, как мы сейчас поступим? Вот так вот. Раз. И все. Давай рыцаря. Рыцарь пошел. Тут у нас лучницы. И миньончики. Миньончики. Поехали. Миньончики. Так, фаербол на лучниц. Отлично. Ну, как отлично? Тут бревно. Бревно. Потому что мушкетер 11 уровня. Ой, как больно дамажит. 2500 хп остается у вышки. У меня 2450. Не сильно я лидирую. Точнее, не сильно он лидирует. Но все равно. Все равно. У него такой вот. Есть процент того, что он доминирует по прокачке. Хотя у меня тоже прокачка неплохая. Жаловаться не буду. Банду гоблинов сливаем. Тут ставим варваров. Хотя, наверное, надо было мортиру. Он еще и со стрелами играет. Вы видите, что происходит? Все равно тыку делает хокс. Пройдя сквозь мои варвары. Ну, давайте фаер. Я не знаю, что. Хотя, кстати, лишний был фаер, наверное. Был бы у меня фаер чуть прокачан. Ну, хотя он все равно 11-го мушкетерок не убил. Я даже не знаю, как быть. Что делать. Что выбрасывать. Ну, давайте поставим мортиру. Тут бревно. Тут у нас пойдет вот так. Тут вот так. У него фаер. У него зап. И у него стрелы. То есть, ну, он конкретно зарядился. Так. Тут мы ролл гиганта. Тут мы миньончиков. Если будет инферно. И, скорее всего, она будет. Да. Да. Отлично. Тут мы ставим... Ой, не ставим. А бросаем бревно. Смотрите. Добиваем инферно. И роял гиганта носит тыку. Отлично. Так. Тут у нас пойдет банда. Тут у нас мортира. Тут у нас... Ай-яй-яй-яй-яй. Мортира. Блин, далеко. Я что-то думал, что Хог сагрится. Вот это я допустил ошибку, ребят. Допустил ошибку. И, наверное, все-таки эту катку я солью. Да. Ну, все. Пропустил Хога. И проиграл. Я бы не сказал, что я проиграл из-за того, что противник какой-то крутой. Нет. Проиграл из-за своей только глупости. Из-за того, что мортирой не отвлек Хога. Поехали в бой. Бывает. Что-то я не подрасчитал. Думал, что Хог достанет. Ну, да. Далеко. Это только получается 3-4... 4 клетки, да? А Хог реагирует только на 3 клетки. Ну, ладно уж. Что там? Давайте. Ставим мортиру. Сплит лучниц идет на меня. Это может быть все, что угодно. Поэтому пока не знаю. Ой, блин. Только не мортира. Ну, просто жесть. Так. Мортира против мортиры. Но у меня не совсем мортира. У меня королевский гигант с мортирой. Поэтому, ну, может быть я выиграю. Хотя он уже, смотрите, быстро прокрутился. Тут у нас лучницы. Так. Хорошо. И давайте ставим королевского гиганта. Не знаю, как оно будет. Кстати, я не буду никакие бои вырезать. Потому что под прошлым роликом мне просили не вырезать, а оставлять все как есть. Поэтому, пожалуйста, оставляю все как есть. Возможно, опять будет проигрыш, либо будет ничья. Я не знаю, что будет. Так. Мне главное мортиру уничтожить. И мы это делаем с легкостью. И спокойно еще наносим урон. Так. Чем мы будем контрить его? Ну, давайте бандой. Значит, это мортира. У него может быть фаер. У него может быть ракета. Чаще всего встречается с ракетой. С фаерболом это редкость. Я предлагаю закинуть фаер на лучниц. Так. Миньончиков. Миньончиков. Вот это я, наверное, фаербол зря выбросил. Да. Да, фаербол зря. Давайте бревно. Хорошо. Две тыки сделала мортира. Или три, по-моему. Это плохо. Для меня это плохо. Мне нельзя пропускать урон. Так как он любую тыку, которую делает, для него это очень большой плюс. У него каждая тыка последняя, решающая. То есть ему ракетой просто в конце потом забросать не будет проблем. Но. Пока что не критично. Пока что не критично. И давайте вот прям сейчас выбрасывать гиганта. Так. Мортиру. Сразу ставим мортиру. Отлично. Вот тут мы накрываем все фаером. Конечно, по вышке я не попадаю. Но зато я убью мортиру. Это важнее. Это важнее, чем попасть по вышке. Да еще и там королевский гигант наделал. Так, давайте здесь лучниц. Еще, смотрите, мортира живет. Живет. Молодец. Так. Сейчас я готов уже к этой. Его морти. Ну, я жду. Давай. Давай, дружище. Вставь мортиру. Давайте бревнишком подтолкнем. Он не хочет ставить мортиру, потому что понимает, что я сейчас сразу поставлю королевского гиганта. Вот он, королевский гигант. Надеюсь, согрелась она на него, а не на мою морду. Отлично. Я буду забрасывать фаерболами, ребят. Мне надо забрасывать фаерами, потому что такая, блин, нудная колода, что я не могу. Так, тут лучницы. Бревно. Бревно. Еще одна мортира. Еще одна мортира. И мне бы до королевского гиганта как бы сейчас дотянуться. Так. Отлично. Отлично. И ставим мортиру. Ставим... Ой! Ставим коргиганта. Я уже запутался. Фаер. Ставим... Угу. Ну ладно. Тут у нас бревно. Мне нужно сейчас откатиться до фаербола. До фаербола нужно откатиться. Тут у нас миньончики пойдут. Тут у нас банда гоблинов. Срочно, срочно, очень срочно. И сейчас запускаем фаербол. Все. Победа. Бой был серьезно скучным. О, он бы мог победить, если бы успел. Он бы мог победить. Ну, я сыграл хорошо, согласитесь. И, ребятки, супер магический. Все, как я и обещал. Блин, красиво. Давайте сделаем скриншот. Отлично. Супер магический. Блин, очень редко такое бывает, что я выбиваю его, а не доначу. Целый день он будет открываться. Но, так как я его выбил на видео, соответственно, я потрачу ради вас гемасики. Ребята, лайк на удачу, чтобы выпало лего. Ставим открываться. 144 гемасика. Ну, что ж. Поехали. А, стоп. Какую я хочу лего? Я, ребятки, хочу принцессу себе. Она у меня уже скоро четвертый уровень. Я хочу себе громоверса на четвертый. И кладбище. Все, все остальное мне абсолютно не важно. Ну, конечно, лего, если будет, тоже круто. Но, напишите в комментариях, чтобы мне это выпало. Пожелайте мне удачи. Поехали. Поехали, открываем. 6 600 золота. Гоблины. Так, 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 так. Команки. Рарочки пошли. Снова много команок. Много рарок. И если сейчас будет много эпических, будет лего. Да, будет лего. Отлично. Так, 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 так. Блин, ребят, мне за последние вот эти пару дней выпало уже больше 7 лего. Так. Ну, принцесса. Кладбище. Громовержец. Я прошу тебя. Давай. Смотрим. Что это? И это... Да, буль... Хе-хе. Дровосек, блин, таким образом будет быстрее на четвертый уровень, чем моя принцесса. Ну, ладно, ребят. Все равно я рад то, что... Все равно я пополняю коллекцию карт. В любом случае все прокачивать. Лишним не будет ничего. На этом буду с вами прощаться. Колода осталась мне все та же. Но, скорее всего, я буду с Коргиганта потихоньку слезать. Потому что, ну, как-никак Коргигант считается зашкварным. Я хочу реально научиться с Хогом. Я его прокачаю в следующем выпуске. Либо печку. Я не знаю, что вы попросите. Ну, и как только 2000 лайков набирается, сразу же будет новый ролик. На этом я буду, ребятки, с вами прощаться. Надеюсь, вам выпуск понравился. Всем желаю удачки. До новых встреч. И всем, ребятки, пока.